Всем привет! Вы на канале Элизабет Букс, и я продолжаю показывать вам свои книжные полки. Сегодня опять покажу Young Adult серии, да и не только серии, тут имеются и одиночные книги. Будет всего одна полка, но вы уже видите, насколько она просто под завязку забита. Сюда уже невозможно ничего ставить, и я убираю свою золотую рыбку куда-нибудь в сторону, чтобы она мне не мешала. И начнём мы с вот этой большой стопочки. Здесь у меня книги от Рассмен. И первое, что тут лежит, это одиночная книга-болотница Татьяны Мастрюковой. Я бы назвала это такой летней страшилкой. Действительно, история очень летняя, очень атмосферная, страшная, пробирающая тебя до костей. Она рассказывает о том, как Вика, наша главная героиня, поехала вместе с родителями в деревню. И вот в этой деревне они поселились в съёмный дом, на территории которого был обнаружен колодец. Запечатан колодец, и папа девочки по какой-то непонятной, неразумной причине решает его вскрыть. И из колодца начинает вылезать в этот мир что-то тёмное, таинственное и загадочное. История, конечно, небольшая, она очень лёгкая, очень быстро читается, но страху нагоняет заметно. И если вы ищете чего-то такого атмосферного, летнего, для того, чтобы почитать на даче или в путешествии, то присмотритесь к Татьяне Мастрюковой. У неё потрясающие вот такие короткие, страшненькие истории. К слову, у неё ещё есть книга «Приоткрытая дверь», в которой рассказывается, как я понимаю, о ведьме. И скоро выйдет книга «Тихие гости», сюжет которой мне пока неизвестен, но я очень хочу с ней познакомиться. Теперь у меня пойдут серии, и первая серия — это «Авианеры» Марины Ясинской, третья книга «Лестницы героев», вторая — «Крушение небес» и первая — «Сердце лётного камня». Я пока читала только «Сердце лётного камня», снимала даже на эту книгу блог, оставлю ссылку в описании. Из первых страниц меня покорил этот мир стимпанка, где мужчины и женщины поменялись своими ролями. Теперь женщины верховодят миром, они на главных должностях, на главных постах, в правительстве, в медицине, в авиации, они везде. А мужчины сидят дома, занимаются детьми, хозяйством, им не разрешено занимать какие-то высокопоставленные должности. И наши главные герои — довольно-таки молодые люди, девушка по имени Николь, которая мечтает стать авианерой, женщиной, которая летает на огромной машине, а эту машину, в свою очередь, заряжает необычный камень, который способен пробудить только девушка. А наш второй главный герой, Ансель, пытается найти в огромной столице свою потерянную невесту, которая уехала год назад на учёбу, и с тех пор от неё не было никаких вестей, в родной город она так и не вернулась. Какие тайны разгадают наши главные герои, к чему эти тайны приведут, мне очень хочется узнать, что же там происходит. Прочитать вторую и третью книгу, планирую в целом цикл перечитать с первой книги, и потом уже составить отдельный большой отзыв на эту трилогию. Ещё одна серия, в которой у меня не хватает третьей финальной книги, — это аниме Екатерины, Соболь, первая книга «Золотой стриж», и вторая «Серебряный ястреб». Я прочитала аниму также в прошлом году, это очень добрая, светлая история о магии, о птицах, о настоящей дружбе, и она так окутывает тебя чем-то родным, спокойным, уютным, что тебе не хочется уходить далеко от этой книги, от её страниц «Серебряного ястреба» ещё не читала, но тут у нас речь пойдёт уже о других персонажах, хотя в тот же промежуток времени. Я очень люблю, когда в трилогии одна и та же история в одном временном промежутке рассказывается абсолютно разными персонажами и с разных точек зрения. Если в первой книге мы наблюдали за силами добра и за возвращением магии, то во второй, как я предполагаю, мы окунёмся на сторону зла, поймём, кто же такие ястребы, какой магией владеют они и почему так боятся света. Елена Булганова «Инсомния девочка», которая спит. Первая книга из трилогии, которая меня прежде всего заинтересовала своим необычным миром людских сновидений. Тут у нас есть девочка и мальчик, которые буквально зависят друг от друга, то есть когда мальчик спит, девочка бодрствует, но как только он просыпается, она погружается в беспробудный сон. И так продолжаются долгие-долгие годы, чуть ли не с самого рождения, и вот однажды девочка, которая устала жить такой жизнью, жить по ночам, не иметь возможности завести друзей, общаться нормально со своей семьёй, она решает, что пришло время мальчика убить и завладеть его жизнью. До определённого момента книга мне очень нравилась, читалась безумно динамично, невозможно было оторваться ни на минуту, но вот, наверное, со второй части книги пошла какая-то странная ересь, я не побоюсь этого слова, потому что начали приплетать загадочные академии, что-то по типу «Людей Икс» или «Дома странных детей». И я настолько не могла представить данный сюжет в этой истории, мне бы хотелось, чтобы дети сами развивали эту проблему, сами понимали, что происходит, догадывались о каких-то хитросплетениях, судьбы. Но я понимаю, что в последующих книгах упор, конечно же, будет вот на эту необычную школу для странных детей, если можно так её назвать, и не знаю, стоит ли вообще продолжать цикл и тратить на него своё время. Варвара Яналь и её живые – необычный цикл, который нам рассказывает о будущем, о космическом будущем, когда люди начинают жить на огромных спутниках, и бок о бок с ними живут роботы, разумные существа, которые занимаются воспитанием детей, они за ними ухаживают практически с самого детства, возможно, даже их любят. Но вот на одной из таких станций начинает происходить что-то неладное. Дело всё в том, что дети и взрослые ни разу не пересекаются. Роботы говорят, что все взрослые на высшем, самом высшем уровне, там они работают, живут. Но почему тогда не навещают детей, возникает вопрос. И многие из детей понимают, что на корабле творится что-то неладное, что, возможно, роботы завладели умами людей и постепенно-постепенно захватили власть. Я не стану сейчас рассказывать, во что это всё вылилось, чем обернулась данная история. Опять же, не читала вторую книгу, так как первая читается вполне закончена, там некий открытый финал, но ты сам можешь думать, что же произошло дальше. Не знаю, чего ждать от второго томика, но мне очень хочется познакомиться с ним и узнать, что же произошло с теми персонажами ранее. Переходим ко второй стопочке. И первая книга, которую я даже не знаю, видно ли вам в кадре, это «Проклятая» Фрэнка Миллера. По «Проклятой» был снят недавно сериал, он уже есть в свободном доступе. Я до сих пор не прочитала книгу, хотя мне безумно хочется посмотреть сериал. Очень нравится эта обложка, очень нравится сеттинг, который выбрал автор. Тут у нас легенды о короле Артуре в пересказе, в очень необычном ключе. История о девушке, которая должна была стать впоследствии хранительницей озера, но судьба распорядилась иначе, и девушка вытащила экскалибур из камня. Очень необычное прочтение древней легенды. Я люблю сказки на новый лад и думаю, это будет интересным экспериментом. Надеюсь прочитать в самом ближайшем времени, и что сериал меня также не разочарует. Он совсем небольшой, насколько я понимаю, пока ушел только первый сезон, и у меня есть все шансы посмотреть его в ближайшем времени. Элискова и её пробуждение воздуха. Первая книга из цикла, рождённая стихиями. Я давно наблюдала за этой серией, давно хотела её себе приобрести, но проблема была в том, что я всё тянула, тянула с этим, а потом так оглянулась и поняла, что в серии уже все пять томов вышли на русском, то есть цикл завершён, и теперь только нужно брать и читать. Книга вообще зацепила меня тем, что тут у нас рассказывается о главной героине, помощнице библиотекаря, принце, который связан с ней опасной силой, и войной, которая разгорается между двумя государствами, и девушке предстоит сделать свой выбор в этой войне, и от её выбора будет зависеть, скорее всего, судьба вот этих двух стран, что с ними впоследствии случится. С одной стороны, много раз уже видела подобные сюжетные повороты, но с другой стороны, у серии много поклонников, и многие называют эту серию одной из лучших в этом году, так что я думаю, точно нужно познакомиться с автором и его произведением. Александра Криста и её уничтожить королевство сказка на новый лад ритейлинг «Русалочки», где русалочка – это не добрая, маленькая, миленькая девочка, а хищная и беспощадная сирена, которая убивает принцев и вырывает их сердца. У Лиры на каждый год своей жизни, а ей уже 17 лет, по одному сердцу принца, и в этих сердцах хранится вся её сила. Но однажды девушка нарушает запрет своей матери, и морская королева изгоняет её на сушу, где девушке нужно уже самостоятельно убить принца и завладеть его сердцем. Уже предчувствую такую холодную атмосферу, уже ожесточённую борьбу между двумя главными героями. Надеюсь, всё это будет присутствовать в данной книге. И хорошо, что вот это вот однотомник, то есть продолжение не предусматривается, хотя, может быть, это и к худшему, если история мне понравится. Но у Александра Криста ещё есть некоторые книги на русском, так что, если что, можно будет приглянуться и к ним тоже. «Адриана Мейзер. Скажи мне, кто я?» Эта история попала мне в руки после цикла «Адрианы Мейзер. Как повесить ведьму». От того цикла я осталась в приятном восторге, мне понравились обе книги, и «Как повесить ведьму», и «Призрачный омут». Но данный роман отличается от тех произведений тем, что тут у нас закрытая школа, академия для тех, кто скрывается. То есть детей тут учат убивать, учат стратегически мыслить. Тут необычная система мироустройства, система некой элиты, которой эти дети принадлежат. И наша главная героиня, сама не зная почему, попадает вот в такую закрытую академию, хотя она даже не представляет, кем она на самом деле является и как связана со всей этой, можно сказать, мафией. Необычный взгляд на автора, тем более после её самых первых работ. Мне это показалось немножечко экзотичным, но тем не менее я буду ждать продолжения, если оно, конечно, предусматривается, если это не однотомник. Я не знаю, что там у автора на уме. Выйдет с удовольствием, прочитаю. Не выйдет. У меня есть «Как повесить ведьму» и «Призрачный омут», которых я сто процентов буду перечитывать. Жнец Нила Шустермана, книга, которая лежит у меня на книжных полках уже чуть ли не с прошлого года, и я всё не могу её никак прочитать. Я в этом году познакомилась с «Бездной челленджера» от Нила Шустермана. В скором времени планирую знакомиться и с его трилогией «Разобранные», но вот до жнеца у меня руки всё никак не доходят, хотя тема очень интересная. Это мир, в котором люди не умирают от болезней, не умирают в автокатастрофах и от других бедствий, а их жизни могут забрать только жнецы, специальная каста людей, миссия которых – уберегать землю от перенаселения. Довольно необычный взгляд на жизнь и смерть с позиции автора, на жнецов, на право жизни и на право эту жизнь отбирать. Мне будет интересно погрузиться в подобную антиутопию, в подобное фэнтези. Знаю, что есть и вторая часть, которая тоже давненько так вышла, но я всё никак не решаюсь её приобрести себе на полке. Сначала нужно прочитать первую книгу. Эрин Апгрейд «Дом соли и печали» необычный ретеллинг сказки о 12 танцующих принцессах в некой морской тематике, фэнтезийной, я бы сказала, с примесью богов, особенно морских богов, дьяволов, демонов. И всё это так завертелось, закружилось на страницах этой книги, что я даже не знаю, как вам описать её сейчас без спойлеров, так, чтобы было вам интересно и в то же время увлекательно познакомиться с этой книгой. Если коротко, то у герцога Солёных островов есть 12 дочерей. А конкретно было 12 дочерей, потому что с недавнего времени его дочери одна за другой умирают при очень загадочных обстоятельствах. И вот восьмая дочь в семье понимает, что скоро придёт её черёд, что, скорее всего, она отправится вслед за своими покойными сёстрами и решает, что больше так жить нельзя. Нужно защитить и младших детей, и свою старшую сестру, единственную старшую сестру, которая у неё осталась от ужасного проклятия. Сара Хэнинг «Морская ведьма» и ещё один ритейлинг сказки «Русалочка», но на этот раз с позиции злодея, а конкретно «Морской ведьмы» Урсулы, которая до всей вот этой истории с русалочкой, с обменом голоса на ноги, была обычной девушкой. Море забрало её лучшую подругу, и взамен на то, чтобы вернуть единственного близкого человека, она готова на всё, на всё, даже продать свою душу морским богам, обменять её взамен на магию, которая сможет стать её же и погибелью. Подруга недавно читала эту книгу, осталась в бурном восторге, уже заказала себе вторую часть, так что я в предвкушении ожидаю знакомства с данной идеологией, и надеюсь, опять же, что она меня не разочарует и не подкачает. Теодора Гросс «Странная история дочери алхимика». Интересный ретеллинг, если это можно назвать, роман «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Столь только поправкой, что на страницах этой книги мы встречаемся с дочерьми доктора Джекила и мистера Хайда. Вот тут как раз Мэри Джекил, как я понимаю, главная героиня, которая хоронит мать, и понимает, что её имение находится в упадке, что ей срочно нужны деньги, а мать куда-то перечисляла в такую солидную сумму своего содержания каждый месяц для неизвестной девушки по имени Диана Хайт. И Мэри решает найти эту девушку, выяснить, кем она была для её матери, какие отношения их связывали и что, в принципе, ей делать дальше, когда смысла в жизни уже нет, а единственный родной человек её оставил. Рэйчел Хартман, Сиросина. Ещё одна идеология, на этот раз о драконах. Меня привлекают драконы, и тут интересно то, что наша главная героиня как раз Серафима её зовут, а она наполовину дракон, а наполовину человек. И вот ей приходится как-то уживаться с двумя её сущностями. Каждая сущность не принимает другую свою половину, то есть ей очень сложно жить как в мире людей, так и в мире драконов. Она скитается между этими двумя мирами, пытается понять, кто же она на самом деле. Я думаю, это будет что-то связанное с поиском себя, своего места в мире. Ну и, конечно же, не обойдётся без противостояния между драконами и людьми. Биллиан Шоу «Странная практика». Наконец-то однотомник, и я эту историю впервые увидела на канале у Юли Буксраундми, которая очень положительно отзывалась об этой книге. Она рассказывает о медсестре, которая хочет стать врачом, но работает она необычной медсестрой, она работает медсестрой для нечисти. То есть она помогает вампирам там с их зубами, привидением с костями, скелетом, ещё с чем-то. Но в один прекрасный момент в их городе начинается охота на монстров. И монстрам, которые на самом деле не такие уж страшные и опасные, приходится скрываться, а нашей главной героине пытаться понять, что же тут происходит. Книжка совсем небольшая, и по-хорошему её надо было бы уже давным-давно прочитать, но я всё тяну, тяну. Надеюсь, что когда я доберусь наконец до этой истории, она меня также не разочарует и оставит в приятных ощущениях. И осталось совсем немного книг на этой полочке. И первая книга — это Фрэнсис Хардин «Стеклянное лицо». Мне очень понравилось первое знакомство с Фрэнсис Хардин. У неё замечательный слог, потрясающие сюжеты. Конкретно в этой книге мы видим мир, в котором запахи имеют реальную силу. То есть тут неважно, какой ты на самом деле, запахи могут создать всё, что ты захочешь, придумать себе любой образ, любую улыбку. Тут изготавливают лица, настоящие лица, маски для людей, которые позволяют скрыть некоторые эмоции. К слову, о эмоциях люди в этом мире не могут показывать сами какие-то определённые эмоции. То есть им недоступен гнев, радость, улыбка. Им приходится заучивать выражение лиц, чтобы хоть как-то взаимодействовать с окружающим миром. И наша главная героиня, она всю свою жизнь жила в сырных подвалах. Она в подмастерии у одного из самых известных мастеров сырного дела. Она ни разу не выходила, так сказать, на поверхность. И если честно, я немножечко уже подзабыла все тонкости, все детали и сюжеты, потому что тут очень много всего. Я лучше оставлю ссылку в описании на отзыв мой об этой книге. Рекомендую вам его посмотреть. И если вы захотите прочитать что-то такое необычное, то у Фрэнсис Хартинг полно невероятных, интересных сюжетов. Дальше пошли уже чисто мои фанатские книги. Это Лиз Брасвилл «Её однажды во сне» и «Другая история» «Бэль. Красавица и чудовище». Лиз Брасвилл работает с компанией Дисней и придумывает для них сказки на новый лад. Она берет за основу всем известные сюжеты и делает с ними кое-что совершенно иное. То есть она может рассказать историю Бэль с совершенно другой стороны, с совершенно другого угла, даже с некой детективной внимания, линией, а историю Авроры перевернуть с ног на голову, сделать так, что принцесса не проснулась, а увлекла ещё за собой в сон и принца Филиппа. И в её сне творится полная неразбериха. Очень советую всем, кто любит так же, как и я, ультфильмы от Дисней. В целом, необычные интерпретации старых добрых сказок вам должно понравиться. Тем более, у Лиз Брасвилл есть литературный талант. Она не просто пересказывает известные сказки под другим углом. Она добавляет к ним превосходный, интересный слог, необычные повороты сюжета, прописывает внутреннее состояние главных героев, и за это ей огромное спасибо. И книги Сирены Валентина, Урсула, другая история морской ведьмы и всех прекрасней история злой королевы. Если говорить о Сирене Валентина и её связи с этой серией от Дисней, то мне очень понравилось всех прекрасней. Это потрясающая история злой королевы с необычной точки зрения, с прекрасно прописанной главной героиней, её историей, её драмой в этой истории, с примесью магии, сумасшествия, какого-то раскаяния. Всё настолько тут накалено в этой книге, что её невозможно читать в финале без слёз. Она мне настолько понравилась, что я воодушевилась талантом автора и взялась за Урсулу, которая, к моему великому сожалению, оказалась хуже, чем история злой королевы. Урсула мне не понравилась ни от слова совсем, но она была значительно слабее, хотя многие персонажи из первой книги серии «Всех прекрасней» присутствуют и в Урсуле, и потом ещё в истории «Чудовище», и в истории «Матушки Готель», которая совсем-совсем скоро должна у нас выйти в интернет-магазинах, тоже должны присутствовать некоторые персонажи из предыдущих книг, но, если честно, я уже не уверена собирать мне эту серию или нет. Вот такие вот книги я бы хотела показать вам сегодня. в следующем выпуске книжных полок мы наконец-то завершим осмотр вот этих двух центральных шкафов, которые вы чаще всего видите на моём фоне в видео, и перейдём уже наконец-то к белому шкафу, который всегда остаётся за кадром, но там тоже полно интересных книг, там очень много полок, очень много жанров, которые нужно посмотреть. Пишите в комментариях, что из этого вы читали или, может быть, захотите прочитать после моего рассказа, мне будет всё очень интересно узнать. Ну, а с вами была Элизабет Букс, увидимся в новых видео совсем-совсем скоро, и всем пока-пока! пока-пока!